Новости. Страна. Мир. Спорт. Кемпионат мира по футболу завершится весной. Далее подробности. Принесторон по делу Алексея Улюкаева продолжится 7 декабря. Такое решение было принято за Москворецким судом Москвы из-за болезни одного из адвокатов и к сглавы Минэкономразвития. Ранее сегодня прокурор попросил дать бывшему министру 10 лет колонии строгого режима и назначить штраф в 500 миллионов рублей за факты взяточничества, который подорвал доверие к власти. Кроме того, по мнению гособвинителя, у Улюкаева также следует лишить звания заслуженного экономиста и госнаград. Сам эксглава Минэкономразвития просил вынести оправдательный приговор. Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, он вымогал у Игоря Сечина 2 миллиона долларов за подготовку документов по покупке башнефти Роснефтью. Состояние здоровья депутата Госдумы экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова улучшилось. Ранее сообщалось о том, что он находится в прединсультном состоянии. Сейчас врачи разрешили ему продолжить лечение дома. Прислужба единороссов сегодня заявила, что Булавинов обратился к руководству «Единой России» с просьбой о сложении полномочий руководителя партии. В прошлую пятницу в нижегородских СМИ появилась информация об инциденте с участием Булавинова, что он в нетрезвом виде управлял автомобилем. При этом позже в полиции утверждали, что алкоголя в его крови обнаружено не было. Магнитная буря может начаться на Земле в ближайшие часы. Об этом-то сообщили в Центре космической погоды Института земного магнетизма. Буря вызвана потоком высокоскоростного солнечного ветра из корональной дыры в полярной области Солнца. Ожидается, что магнитная буря будет малой и завершится к 6 декабря. Специалисты напоминают, что буря может оказать негативное влияние на людей с хроническими заболеваниями, вызвать сбой в работе сложной аппаратуры. Дед Мороз назвал самое сложное для исполнения желание «Это мир во всем мире». А в основном современные дети просят телефоны и роликовые коньки, рассказал волшебник из Великого Устюга во время визита в Сочи. В рамках своего новогоднего путешествия по России Дед Мороз провел пресс-конференцию в Кавказском государственном заповеднике. Он планирует побывать в нескольких российских городах и посетить социальные учреждения, детские больницы, зайти к многодетным семьям, а также зажечь главные городские новогодние елки. Отбор волонтеров на чемпионат мира 2018 года завершится в апреле. Об этом сообщила директор Департамента по работе с волонтерами Татьяна Гамзякова. По ее словам, было подано 170 тысяч заявок и около 30% из этого числа – иностранцы. Заявки поданы из 190 стран. В результате будут отобраны около 15 тысяч волонтеров Оргкомитета и примерно 15 тысяч городских волонтеров. В заключении выпуска официальный курс валют – доллар 58 рублей 99 копеек, евро 69,91. Пока это все новости. Мария Идеева. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. О погоде в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и снегопада. Предстоящей ночью ожидается метель, голорезится, температура понизится до минус 5 градусов. Во вторник днем будет пасмурный, небольшой снег. В столице столбики термометров покажут минус 2, в Подмосковье до минус 5 градусов. Ветер южный порывистый до 17 метров в секунду. Сейчас в столице 0 градусов, идет небольшой дождь. Ветер южный 5 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы. Рожденный, чтобы в каждом плюсе видеть жирный минус. Чтобы в победах чувствовать процента брака привкус. Смеялись все, когда только пришел он. Пришел, чтобы наконец сделать Спартак чемпионом. И пусть в атаке все не так, пусть в обороне бедствия. Ему несложно посчитать все технико-тактические действия. Только тренировки, старания, никакой мистики. По деревянным сучкам он пройдется рубанком статистики. Все равно нужно делать правильные выводы. Фанаты теперь рады победам любимого клуба. Теперь футбол-менеджер number one, это Буба. Дядя Саша сейчас на иконах, на фресках всех. Еще бы, ведь такого не было. Даже бы без коллег. Эй, йоу, все встало на свои места. Александр Бубнов везет Спартак на педестал. Александр Бубнов начинает с чистого листа. И побеждает по системе осень-весна. Добрый, добрый вечер всем. Меня зовут Игорь Катманов. И как вы уже поняли, сегодня в понедельник в программе 100% футбола. Впрочем, как и всегда, Александр Викторович Бубнов. Александр Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы обсудим, конечно же, и матчи прошедшего 19-го тура чемпионата России. И поговорим также о жеребьевке чемпионата мира. Точнее, не о самой жеребьевке, а о группах, да, которые уже известны. Кстати, на нашей странице Спорт.ФМ ВКонтакте проходит голосование. Заходите, голосуйте. Какая группа, на ваш взгляд, не самая легкая. Самая легкая, какая мы знаем. Самая тяжелая группа на чемпионате мира по футболу. Но это мы во втором часе тогда уже обсудим. А пока начнем с российского чемпионата. И со встречи, одной из самых ярких, наверное, встреч, Краснодар выиграл у Ахмата со счетом 3-2. Комбэк совершила команда Игоря Шалимова. И давайте послушаем сразу же, что сказал сам Игорь Шалимов об этом матче. Первый тайм мы провели плохо. Плохо в чем, что мяч ходил медленно. Когда мы неудачно играем, то есть у нас первая проблема, что мяч ходит медленно в середине поля. Много было с перебором длинных передач. Но мы это готовили в течение этой недели. Зная, что Ахмат играет плотно, но линия обороны играет высоко при позиционной обороне. Поэтому мы туда нацелили игроков, но нацелили туда играть быстро. Были открывания, но был технический брак. Просто не надо было туда отдавать, потому что это было там с четвертого, с пятого касания. Ну и пропустили два мяча со стандарта. Второй нарушили, скажем, игровую дисциплину. То, что мы поменяли после тех моментов, когда с таких стандартов получали голы, сделали опять неправильную вещь и получили этот второй гол. Второй тайм. Перехватили полностью инициативу. Темп взвинтили, мяч ходил. Ну, разозлились, можно даже сказать. Ахмат старался играть где-то по счету, и это нам было на руку. То есть мы их подавили полностью. И забили быстрый гол, что было очень важно. Не забили пенальти, но также продолжали играть. Второй тайм в общем. Переломили полностью. Ну и благодарны, конечно, мы настоящим болельщикам нашим, которые были сегодня на стадионе и очень горно нас поддерживали. Нам очень помогли. Нет, второй гол я уже сказал, что мы нарушили игровую дисциплину. Мы должны были находиться на линии 11-метровой, а не на линии штрафной. То есть мы об этом говорили. Мы в последнее время так играли, у нас проблем не было. Здесь мы чуть нарушили, сразу получили. Но первый гол надо смотреть. Не знаю, возможно, Синицын мог выйти. Или там, кто играл со Швецом, нужно было просто не дать сыграть, ему не дать выпрыгнуть. Потому что мы стараемся играть плотно на стандартах. И, ну, ошибка. Это был главный тренер Краснодар Игорь Шалимов. Пенальти не было. Судья ошибся. Хорошо, что Грандвиз не забил. А то были разговоры. Что касается, Шалимов сказал, что Ахмат играл по счету. Галактионов сказал, что они не собирались играть по счету. Второй тайм они собирались также прессинговать. Но не получилось. Не получилось, потому что Краснодар как раз вот взвинтил темп. Мяч стал двигаться быстрее. Перехватили инициативу. И, конечно, нестандартные ходы были. Того же Грандвиз, который подключался в атаку. И вот этот гол, который он забил, он, на мой взгляд, был даже переломным. Ну, давайте как раз-таки исполняющего обязанности главного тренера Ахмата Михаила Галактионова послушаем. Прямая речь. Мы поздравляем соперников в футбольный клуб «Краснодар» с победой. Игра разделилась на два тайма. Первые выглядели убедительно. В принципе, могли свое преимущество еще усилить и нацеливали команду на это. Но, к сожалению, пока наша психология и менталитет сходятся к тому, что мы сами себя еще бережем и пытаемся преимущество это сохранить, перетерпеть. Любыми способами мы этого не должны делать. К сожалению, прижались. Ну, и заслуга «Краснодара». Естественно, что они взвинтили темп. Бладая высококачественными игроками, свое преимущество развили. В принципе, давление было серьезно в втором тайме. Михаил Галактионов, исполняющий обязанности главного тренера Ахмата. Есть что-то добавить? Нет. Единственное, нужно отметить то, что, судя по всему, Ахмат еще не готов от начала до конца играть и в том темпе, и вот так прессинговать, как они прессинговали в первом тайме. А в первом тайме действительно они все перекрыли, и у Краснодара ничего не получалось. И в перерыве даже Смолов сказал, что так играть нельзя. Нужно значительно быстрее двигаться и больше оказывать давление на соперника. Но во втором тайме как раз вот такое преображение с Краснодаром произошло, и Ахмат оказался к этому не готов. И не столько он, скажем так, глубоко сел к своим воротам, сколько Краснодар заставил Амхата обороняться вот такими большими силами. И причем качество в обороне, хотя они и оборонялись практически всей командой, не доставало. И поэтому Краснодар этим воспользовался и, в общем-то, довел игру до победного конца. И уже третий гол они забили в компенсионное время, Жазиня забил. Александр Викторович, а как вы оцените, допустим, игру Андрея Синица, голкипера Краснодара? Потому что, ну, есть ли к нему претензии? По первому голу и по второму, кстати, Исмаил там 40 метров, наверное, бил. Ну, он бил, да, из 40 метров, но там немножко все-таки... Там было рикошет, правда? Чуть-чуть, да, чиркнул, но он оказался не готов к этому. А по первому голу, да, там из вратарской площадки Суветца забивал. И там вратарь должен в вратарской площадке играть. Здесь можно предъявлять претензии. Ну, что касается Краснодара, команда хоть и выиграла, но команда пропустила. Да, команда пропустила два мяча и пока, понятное дело, Краснодар на пятом месте, но... Краснодар много пропускает и пропускает со стандартов, и не случайно Шалимов говорил. Но сейчас по Краснодару, между прочим, у Краснодара задача, которую озвучил Шалимов, я, например, вот только от него услышал, что у них задача быть в пятерке. Но вот они сейчас пока в пятерке и находятся. Видимо, поэтому никаких решений по тренеру, хотя многие требуют отставки Шалимова, руководством не принимаются. То есть пока Краснодар идет в первой пятерке, никакой отставки Шалимову ждать не стоит? Да, а отрыв от команды, которая идет на шестом месте, там, по-моему, пять очков составляет. И как минимум, как минимум, я думаю, Шалимов додобутает до конца сезона. Ну и по поводу вот этого пенальти, которого не было, да, пришла такая информация по поводу системы ВАР, да, видеоповтору, что она работала корректно на матче Краснодара и Амкара, но здесь надо сделать уточнее, потому что очень много язвительных отзывов по этому... По этой новости это была тестовая работа системы, то есть на игру она еще, на решение арбитра она не влияла. Просто просматривали. Ну, просматривали, но вот повтор, который с разных ракурсов показывали... Ну, там отчетливо видно. Было видно, да, что нарушение было на линии, на линии шлафной, но не в пределах шлафа. То есть если бы она уже работала не в тестовом режиме, а, что называется, в боевом, тогда бы... Да, то-то судья бы посмотрел и отменил бы решение. Локомотив. Заслуженный ли лидер чемпионата? Локомотив выиграл Рубина со счетом 1-0 по началу сезона, говорили, да, вот Локомотиву везет. Ну, а сейчас Локомотив дожимает соперников, во-первых. Во-вторых, у команды появилась игра, игра разнообразная. Локомотив более разнообразно стал играть. Больше того, Локомотив по ходу игры может изменить и схему игры, и тактический рисунок неудачно складывавшейся игры. И здесь Семин после первого тайма сделал двойную замену. Он Лысова выпустил и выпустил Эдера вперед. И, кстати, как раз вот с расчетом на то, что Навас уже возрастной игрок, и он пропустил очень много. И, в конце концов, вот эта замена, она сработала в том смысле, что Навас красную карточку получил, а Лысов сделал голевую передачу. И когда Локомотив уже подряд несколько игр в конце, что значит, что называется, вырывает, да, то это... Чисто на везение нельзя списать. Это уже не случайность, это уже закономерность, это уже системность. Потому что Локомотив в течение всей игры, особенно команда добавляет во втором тайме, оказывает давление на соперника, и соперник устает и допускает ошибки. Как Манчестер Сити в Англии практически. Да, то же самое, как вот сейчас Манчестер Сити в Эсхэм дожал, и до этого тоже. И вообще очень много игр, те команды, которым приходится преодолевать глубоко исцелонированную оборону, которые команды больше мячом владеют, они, как правило, за счет вот этого давления в конце добиваются результата. А что с Рубином происходит? Понятно, что у Курбана Бердыева безграничный кредит доверия, насколько я понимаю, но ждем зимнего перерыва. Другую команду увидим. Да, конечно, там серьезные будут изменения, потому что то, что команда демонстрирует в атаке, группа атаки, она совершенно не устраивает ни тренера, никого, и ни болельщиков. Команда очень мало забивает. В студии появился Дмитрий Томниковский. У нас новости спорта. Дим, привет. Да, добрый вечер. Итак, главный тренер Манчестер Юнайте Джозе Мауринио перед матчем последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА рассказал, что с армейцами не смогут сразу несколько футболистов. Его команды, по словам португальского специалиста, Поль Пагба сможет выйти на поле, а вот Ибрагимович нуждается в большой работе над своим мышечным тонусом. Его колено еще не пришло в форму, что показала игра с Уотфордом. Златан пропустит предстоящий матч, но будет в форме к следующей игре. Также не сыграет против ЦСКА. И полузащитник Неманья Матич, который получил травму. Кроме того, в воротах МЮ будет играть Серхио Ромеро, а Давид Дехе, по словам Мауринио, заслужил отдых после его героической работы в матче с Арсеналом. Ну, я не знаю, насколько все это повлияет сильно. Дим, теперь скажи, кто не будет в ЦСКА играть. Ну, этих-то людей мы знаем поименно. Но как думаете, шансы ЦСКА в связи с этим возрастают? Шансы ЦСКА оцениваю я в 5%. И ЦСКА только может на чудо надеяться. Тем более, что еще и не все от них зависит. Да. Напомню, что матч МЮ ЦСКА состоится завтра. Начало в 22.45 по Москве. Тем временем матч 21 тура чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Вестхэмом перенесли с 31 декабря на 4 января. Противостояние должно было состояться на Уэмблии. Руководство стадиона ограничило количество зрителей на игре до 43 тысяч. В связи с возможными транспортными проблемами, при том, что арена, напомню, вмещает 90 тысяч человек, в итоге боссы премьер-лиги из-за этого решили перенести встречу на 4 января. Таким образом, шпоры проведут в АПЛ два матча за три дня, поскольку на 2 января намечена игра со Свонси. Криштиану Роналду получит в этом году золотой мяч, утверждает издание Мунда Депортива. Причем, по информации источника, вручение приза состоится 7 декабря и пройдет на Эйфелевой башне. Таким образом, ее 32-летний Португалий в случае победы по итогам этого года догонит Лионеля Месси и также станет пятикратным обладателем этой премии. Заслуженно, Александр Викторович? Заслуженно, конечно. Больше вариантов нет. По тем результатам, которых он показал в прошлом сезоне. Да, напомню, что он стал победителем Лиги чемпиона, чемпионата Испании, а также суперкубков Европы и Испании. Ну и к другим темам. В регулярном чемпионате КХЛ в эти минуты проходит один матч. Салават Вилаев принимает московское «Динамо». Идет 15-ая минута второго периода. Счет равный 1-1. Позднее сегодня сыграет «Акбарс» и «Минское «Динамо», а также «Нефтехимик» и «СК». Эти встречи стартуют в 19.30 по Москве. И последнее. Стали известны критерии Международного олимпийского комитета по возможному допуску российских спортсменов к участию в олимпийских играх в нейтральном статусе. Как сообщает Inside the Games, система будет основана на модели, которые использовала Международная ассоциация легкоатлетических федераций для допуска россиян на чемпионате мира в этом году в Лондоне. Напомню, что одним из условий допуска российских легкоатлетов на мировое первенство была подача индивидуальной заявки, в которой они должны были доказать, что не были непосредственно вовлечены каким-либо образом в процесс, из-за которого национальная федерация не смогла выстроить адекватную систему защиты и поддержки чистых атлетов. Кроме того, одним из ключевых критериев допуска на олимпиаду станет отсутствие имени спортсмена в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, полученной ВАДА в ноябре. При этом отмечается, что в этой базе данных фигурируют тысячи фамилий спортсменов, которые не смогут поехать в Пьенчхан. В итоге Международная федерация будет решать, каких спортсменов они допустят до игры, после чего МОК должен будет их утвердить. Ну и добавлю, что вопрос участия российских спортсменов в олимпиаде будет решен завтра на заседании исполкома МОК, который пройдет в швейцарской Лазанне. Спасибо большое. Это были новости спорта с Дмитрием Томняковским. Продолжается программа «100% футбола». Говорим мы о московском локомотиве, который пока идет без проблем к зимнему перерыву на первом месте, удерживает этот отрыв. Да, здесь параллели проводят все время со «Спартаком», хотя Семин сказал, что мы локомотив, и не надо нас со «Спартаком» сравнивать. Но дело в том, что у «Спартака» на этот момент в прошлом сезоне они тоже, что называется, вырывали победы на последних минутах, секундах. И разрыв всего в 5 очков был. У «Локомотива» сейчас 6 очков и еще один тур, в котором вполне возможно, что даже этот разрыв может увеличиться. А сколько вы давали на «Зенит» в начале сезона процентов? Я уже... Ну, довольно много, по-моему. Ну, как «Зенит» шел в начале сезона, вот, у них было 11 очков отрыва даже от «Спартака». Поэтому, исходя из этого, я говорил, что в зависимости от того, как будет меняться ситуация, так и будет в процентном соотношении меняться шансы команды. А «Локомотив», вот, ну, команда от победы к победе будет чувствовать наверняка же себя, все более уверенно, да, потому что уже играть начинает так раскрепощенно, никто не давит, отрыв довольно солидный. То есть это еще больше помогает в таких случаях? Игорь, конечно. И плюс ко всему, по весне там возвратится и «Черлука», возвратится и «Ари», и вполне возможно, что еще команда сможет укрепиться, да. Потому что, судя по всему, у них есть еще и шансы и в Лиге Европы играть, остаются. Вот, поэтому здесь наверняка будет укрепление состава. Вот, но и ты не забывай, что всего 10 туров, а это очень короткая дистанция, и по этой дистанции иметь такую фору достаточно комфортно для того, чтобы решить конкретную задачу. И перед «Локомотивом» тоже стояла задача, как и перед «Краснодаром», и об этом Геркус ее озвучивал, что команда должна быть в пятерке. Но сейчас они наверняка... Скорректировали? Скорректируются, да, задачи, и команда будет бороться за самое высокое. Хорошо, «Ари» возвращается, «Черлука» возвращается. Мне кажется, это дополнительная головная боль для Семина. В общем, да. Кого там ставить, «Ари» или «Фарфана»? Да. Не, ну почему? Они могут дополнять друг друга, играть в тандеме. Вот, потом, в конце концов, «Фарфан» он и полузащитника. Ну да, фланговый игрок. А «Ари» это ярко выраженный центр фору. Больше того, они уже вместе играли. Поэтому там и наигрывать ничего не нужно. Там просто нужно восстановить игровые связи. Что касается «Черлуки», да, потому что сейчас Кверквелия с Печиновичем неплохо выглядят. И Михалик тоже играл. Но Кверквелия, наверное, останется наверняка, даже если «Черлука» будет в составе. Нет? Ну да, быстрее всего. Кверквелия сейчас ведущий у них игрок. Вот с ним уже заключен контракт. Он же в аренде был. Вот. Сейчас уже с ним заключили полноценный контракт. И это ведущий игрок. Сейчас уже без Кверквелия тяжело «Локомотив» представить. А преображение «Фарфана» для вас не стало удивительным? Потому что человек, ну, даже без игровой практики был долгое время. Ну, ты знаешь, он и в прошлом сезоне себя уже неплохо проявлял. Поэтому здесь ничего удивительного. А когда Семин ему стал доверять, вот, и плюс это игрок в сборной первого, не надо забывать, да, и они на чемпионат мира поздно. Ну, это, наверное, тоже дополнительный такой топик для него. Да, конечно. Вот. Поэтому «Локомотива», ну, «Локомотива», например, вот, если сравнивать с «Зенитом», я все время говорю, да, у них всю игру определяет средняя линия, и много очень голов, и голевых передач делают полузащитники и забивают, вот, то как раз, что «Зениту» сейчас не хватает. Поэтому у них в этом смысле команда очень хорошо сбалансирована, вот, надежно в обороне они играют, и ничего удивительного, что они сейчас на первом месте идут, и перспектива у них очень хорошая. К другим матчам давайте перейдем. Итак, про «Локомотив» мы поговорили, про «Краснодар», «Ахмат» тоже. Довольно неожиданная победа была накануне, ну, не знаю, может, для кого-то ожидаемая. Анжи крупно выиграл УСКА Хабаровск 4-0, и таким образом, я думаю, что уже одна команда... Ну, 7 очков это внушительно отрыв. 7 очков это очень много, да. Да, это очень внушительный отрыв, с учетом того, что СКА Хабаровск на выезде очень неважно играет, всего 2 очка набрали. И сейчас в последних играх стали пропускать, хотя стали пропускать много. Хотя должен сказать, что в какой-то степени им не повезло и в игре с ЦСКА, и в игре с «Локомотивом», и это могло повлиять на команду. Ну, а игра с Анжи там уже все в первые 8 минут решилась. Два быстрых, два гола. Вот, причем первый гол Лискана забил, потом удаление вратаря, и тоже Лискана здесь поучаствовал. Бывший игрок СКА Хабаровска. Ну, вот, под конец первого тайма 3-0, и там уже все было решено. Уфа крупно выиграла у Амкара 3-0. Казалось бы, вот так Амкар пришел в себя, но опять вопрос о его пребывании в премьер-лиге еще остается открытым. Одно очко всего отрыва. Да, у него, у Амкара сейчас проблемы в группе атаки. Команда мало забивает, и в последнее время стала пропускать. Пропускать, причем, три мяча это, конечно, много. И Гаджи Гаджиев сказал, что так нельзя в профессиональном футболе играть. Но нужно отдать должное Уфе. Они у себя дома уже, по-моему, четвертую или пятую игру выигрывают. И они уже близко к зоне Еврокубков. Да. Ну, там отрыв, правда, большой. И добавляют во вторых таймах. Они так локомотив обыграли. Вот, и здесь со стандарта Слай первый гол забивает, а второй гол, там как раз вот ошибка игроков Амкара, игровой дисциплины, что получилось так, что пришлось воротарю выходить против Слай, играть, он его обыграл и в пустые ворота забивал, уже уходя с центра поля. То есть они здесь не разобрались. У них стандартное положение было в сторону ворот Уфы. Вот, и получилось, что со стандартного положения получили голевой момент в свои ворота. И такой гол достаточно курьезный в том смысле, что воротарю там чуть ли не к центру поля пришлось выходить и играть на перехвате мяча Слай, его обыграл, и в пустые ворота тоже забил. Василий, прокомментируй. По траектории полета ясно. Билл Дзюба. Занимательная физика на Спорт.ФМ. Реклама. Спортмастери новогодние скидки. Только до 31 декабря. Количество товара ограничено. Спортмастер. Мастер новогодних скидок. Новости. Страна. Мир. Спорт. 18.30 в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Коротко о главном. Против пассажира, завоевшего о бомбе в Домодедове, возбуждено дело. Митрополитен Москвы ответил на критику новых вагонов. И московских водителей просят выбирать места парковки из-за непогоды. Далее подробности. Московских водителей просят внимательно выбирать места парковки из-за непогоды. Сегодня вечером в столице и области ожидается ледяной дождь, мокрый снег, гололедится и усиление ветра до 17 метров в секунду. Администратор московского парковочного пространства напоминает, что в этих условиях необходимо обеспечить беспрепятственный проезд уборочной техники. Автомобилистов просят не нарушать правила дорожного движения и оставлять машины только в разрешенных местах. Уголовное дело возбуждено против пассажира, заявившего о бомбе в Домодедове. Инцидент произошел вечером 30 декабря. Мужчина, вылетающий рейсом в Норильск, заявил, что у него в сумке находится взрывное устройство. Он был задержан, место происшествия было оцеплено. После досмотра опасных предметов обнаружено не было. По данным РИА Новости, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно другим данным, он находился под воздействием наркотиков. Мотивы нарушителя сейчас выясняются. Сам он во время допроса заявил, что произошедшее является его неудачной шуткой. Митрополитен Москвы и завод-производитель ответили на критику новых вагонов. На предприятии метровагон Маш, которое производит для метро поезда Москва, сообщили, что получают позитивные отзывы от представителей подземки и машинистов. В прислужбе столичной подземки сообщили, что новые составы Москва поставляются столичному митрополитену по контракту жизненного цикла. И производитель несет ответственность за технику в течение 30 лет. Ранее паблик-мэйш сообщала о неприспособленности новых составов Москва к работе в столичном метро. Завод метровагон Маш, поставщик столичного митрополитена с 1934 года. Для российских спортсменов изготавливают нейтральную форму на Олимпиаду. Как утверждает Inside the Games, МОК обратился к производителю экипировки Nike с просьбой разработать форму для российских спортсменов, которые будут выступать на играх в Пьончхане в нейтральном статусе. 5 декабря исполком МОК на заседании в Лозанне должен принять решение по допуску атлетов России к играм. По данным СМИ, до участия в Олимпиаде будут допущены россияне, ранее не замеченные в допинговых нарушениях, причем выступать они будут под нейтральным флагом. Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею назвал расширенный состав игроков, которые будут готовиться к молодежному чемпионату мира. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. До 17 декабря подопечные Валерия Брагина будут тренироваться в Новогорске, после чего в сокращенном составе отправятся на заключительный этап подготовки в американский Роджессер. За океаном команде присоединятся кандидаты, выступающие в Северной Америке. Молодежный чемпионат мира пройдет в США с 26 декабря по 5 января. В заключении выпуска официальный курс валют. Доллар 58 рублей 99 копеек, евро 69 рублей 91 копейка. Бивалютная корзина повысилась, ее стоимость 63 рубля 90 копеек. Пока это все новости. Мария Деева, все что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Теперь о ситуации на дорогах. По данным портала Яндекс.Пробки движения в Москве плотные. Общая ситуация оценивается в 5 баллов из возможных 10. Самая длинная пробка в 9 километров на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино. Скорость потока там 15 километров в час. Время проезда 40 минут. Полчаса потеряется на внешней стороне МКАД от Ленинского проспекта до Ясенева, а также от Митровского шоссе до Ленинградского шоссе. Внутренняя сторона трешки стоит от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Субтитры делал DimaTorzok Не забудьте проголосовать за своего любимчика. Кто победит на выборах 18-го, решать вам. 18 декабря. Финальное голосование за лучшего спортсмена 2017 года по версии слушателей Спорт.ФМ. В эфире программы ТОП-спорт с Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым. И в официальной группе Спорт.ФМ ВКонтакте. Все на выборы 18-го декабря. Голосуйте сердцем. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Продолжаем говорить о футболе. Александр Бубнов и Игорь Катманов в студии Спорт.ФМ. Обсуждаемые матчи 19-го тура российской футбольной премьер-лиги. Вайбер и ватсап 925-4 двойки 93-2. Так что пишите свои сообщения. Задавайте вопросы Александру Викторовичу Бубнову. Вот такой вопрос пришел. В прошлом году до зимнего перерыва было сыграно 17 туров. А в этом году 20 игр. Никас с Кипра спрашивает. Это имеет значение по очкам? Но я так понимаю, что уже как бы перед зимним перерывом, да, уже более значительным преимуществом будет у Локомотива. Да, потому что они больше матчей сыграют. Конечно, больше матчей сыграют и разрыв может быть больше. И самое главное, меньше матчей останется играть по весне. Конечно, здесь шансы возрастают у Локомотива по сравнению с прошлым сезоном. То, что было у Спартака. Ну и что касается матча 19-го тура. Давайте перейдем к матчу Динамо-Москва-Ростов. Московская Динамо выиграла со счетом 2-0. Хотя, честно говоря, по тому футболу, который в последнее время показывала Московская Динамо, слабо верилось в победу. Да, верилось, может, возможно, зацепить очки. Но то, что Динамо выиграет 2-0 у Ростова... Тем более Ростов до этого у себя дома выиграл 2-0. И оказалось, что, в общем-то, у динамовцев не так много шансов. Но, как показала игра, появился СОУ, появился Бичерай сразу в стартовом составе. Вместе с Луценко Ташаев, Темников. И такая приличная группа атаки, которая сумела оказать давление. СОУ прекрасную передачу голевую сделал на Бичерая 1-0. А во втором голе там Абаев на выходе вратарь. Ростов ошибся, помешал защитнику. И в какой-то степени курьезный гол получился. Но Ташаев здесь разобрался, четко пошел в борьбу. Забил второй гол. И уже тогда Динамо получило ощутимое преимущество. И сумело довести матч до конца. Сейчас... до победного конца. Сейчас у Динамо предстоит серьезная игра Санжи. И от этой игры будет очень много зависеть. Если Динамо перед зимней паузой сумеют Анжи обыграть. А сейчас у них лучше... Сейчас они выше Анжи по показателям. У них лучше показатели дополнительные. То тогда Динамо такую серьезную заявку сделает на то, чтобы все-таки остаться в премьерной лиге. Ну да. И здесь... А вы видите какое-то серьезное отличие между командой Калитвинцева и командой Хохлова? Серьезного отличия нет. Просто дело в том, что у Калитвинцева по ходу осеннего периода там очень много игроков бывало. Травмированных очень много было. И поэтому состав никак не мог стабилизироваться. Сейчас состав более-менее стабилизировался. Ну и потом Хохлов, он группу атаки усиливает, добавляя нападающих. И из-за этого оказывает более существенное давление на противника. И поэтому команда начинает создавать и больше моментов голевых. Ну и какие-то изменения в составе тоже, да? Потому что, допустим, появление Цалагова в центре полузащиты... Ну и появление Рыкова тоже. Ну там вынужденные меры, потому что Хольман на фланг ушел. Ну да, но тем не менее, Хохлов очень много уделяет внимания тому, чтобы команда играла сбалансированно и, в первую очередь, надежно в обороне. До этого «Динамо» достаточно много пропускало. Сейчас в этом смысле дела стали поправляться. Ну и вопрос, не знаю, ответить или нет, кто вылетит, на ваш взгляд? Сейчас пока... Ну помимо СК Хабаровск, у него большие шансы. Сейчас, да, пока СК Хабаровск, да. Может, не может, а очень большие шансы, я согласен с тобой, вылететь. А что касается остальных претендентов, то здесь пойдет очень серьезная борьба. И, мне кажется, до самого конца, с учетом того, что еще и переходные игры есть, да, в зону переходных игр можно попасть. Поэтому здесь зависает уже и Тосно, зависает Анжи, зависает Московская «Динамо», Ростов уже... А Рубин? Рубин тоже, да, зависает. Ак Рубин выползет или нет отсюда? Амкар, да. Поэтому там по весне будет очень серьезная борьба и внизу тренирная таблица. Давайте поговорим о командах, которым предстоят матчи в Лиге Чемпионов. Ну, в принципе, по ЦСКА вы уже сказали свой прогноз, что мало шансов у армейцев. Мало шансов, да, потому что, во-первых, потери большие. Вот, и как молодежь себя проявит, сейчас сказать, тяжело. Хотя молодежь уже, в общем-то, обыгранная. И в чемпионатах обыгрывали на международной арене. Но, глядя на игру Манчестера Юнайтеда, вот, в играх и в Еврокубках, и в чемпионате, вот, и та конкуренция, которая сейчас идет за борьбу в составе. И поэтому, там, отсутствие Ибрагимовича. Ибрагимович сейчас вообще не игрок стартового состава. И он даже, это на сегодняшний день для, как Манчестер играет, это не потеря для Манчестера. Дехея, да, это вратарь очень надежный. Но Маурини просто так не будет делать замены. Им предстоит... Ну, Дехея вообще, наверное, не просто надежный вратарь, а лучший в мире на данный момент, да? Поэтому, в общем-то, и Ромеро в запасе. Да, но Ромеро тоже достаточно надежный вратарь. И плюс Манчестер Юнайтеда предстоит игра с Манчестер Сити после встречи с ЦСКА. Поэтому, видимо, вот и дают... Так здесь, может, в этом как раз шанс для ЦСКА? Ну, в этом шанс есть. Но дело в том, что у Манчестер Юнайтед, из-за того, что они проиграли Базель, они еще не все вопросы по выходу с первого места решили. Поэтому им нужно играть в полную силу. Если они будут играть в полную силу, вот, то, конечно, шансов у ЦСКА практически нет. А по игре с Тосно, вот, что про Тосно? Второе крупное поражение, просто крупное, разгромное поражение. Просто ЦСКА уничтожил Тосно. Ну, там, видишь, как я вообще... Они параллельные матчи шли, и я смотрел другую игру. Я смотрел игру Спартака. Вот, поэтому сказать не могу, но как счет развивался, там, пенальти, там, грубые ошибки, и достаточно быстро они открыли счеты с такими командами, как Тосно. Если ты быстро забиваешь гол, они уже тогда раскрываются и значительно легче играют. Но видишь, как Верблум постоянно забивает. Ну, он играл в юношах нападающего. Ну, в юношах, да, но все-таки это... Есть навыки. Но тем более интересно за ним будет следить дальше, как он будет. А увидите Верблум как нападающего, прям основного нападающего. Ну, я думаю, нет, это временная позиция. Но, тем не менее, сейчас получается, будем так говорить, что когда Верблум играли в нападении, это как вот испанцы играли на чемпионате мира в Южной Африке, в ЮАР, без нападающих. Вот точно так сейчас ССК обиграет без нападающих. Не, ну ССК не испанцы, Верблум очень не ложная девятка. За счет полузащитников, видишь, как сейчас... И это лишний раз говорит о том, что у них средняя линия, как у Локомотива, очень прилично и определяет игру команды. Что касается... Вы сказали, параллельно смотрели матчи, да? Ну, там я тоже смотрел параллельно по двум мониторам. И погода-то одинаковая была и в Туле, и в Москве. Ну, поляны разные. Насколько было хорошее поле в Москве, и насколько ужасное в Туле? Ну, там все-таки в Туле более ветер был сильный, и снег с дождем был. И более открытый стадион. Да, и более открытый стадион. И там вот эта жижа, снег с дождем, как раз дренаж не справлялся с ним. И там уже этот мяч уже стал застывать, лужи стали появляться. И, конечно, в таких условиях очень тяжело играть. И не случайно Кутепов в перерыве назвал, что это антифутболом, и что в таких условиях играть нельзя. Ну, давайте, у нас впереди такой небольшой перерыв, буквально на пару минут, а потом уже будем обсуждать матч московского «Спартака» и тульского «Арсенала». Реклама Небывалый размах Toyota Land Cruiser's Land. 60 городов России. Только до 10 декабря. Внедорожный тест-драйв года. Не пропустите его в своем городе. Почувствуйте всю мощь настоящих внедорожников и преодолейте экстремальные препятствия за рулем нового Toyota Fortuner, легендарного Land Cruiser 200, мужественного Land Cruiser Prado и неубиваемого Toyota Hilux. Подробности у официальных дилеров Toyota в вашем городе и на сайте land.toyota.ru. Десятый сезон континентальной хоккейной лиги. Новые битвы, новые сенсации и новые звезды. Будь вместе с любимой командой. Не жалей эмоций и побеждай. Живи хоккеем. Смотри игры юбилейного сезона КХЛ на телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ-HD, а также на видео.khl.ru и в официальных мобильных приложениях КХЛ. Категория 0+. ДНК Subaru состоит из выдающихся решений. Каждый день инженеры компании борются за сантиметры, метры, километры, годы надежной службы и жизни людей. Поэтому каждый Subaru всесторонне продуманный автомобиль, которым удобно пользоваться. Ведь в него на уровне ДНК заложен контроль, маневренность и безопасность. Subaru создан инженерами. Моторные масла «Роснефть». Мотор поет. «Комсомольская правда» представляет журнал «Союзное государство». Все об отношениях России и Республики Беларусь. Политика, экономика, исторические материалы, качественная публицистика. Две страны, одно государство. «Союзное». Для лиц старше 16 лет. Настоящий рамный внедорожник. Абсолютно новый Toyota Fortuner. Мужественный экспрессивный дизайн кузова. Светодиодная оптика. Турбодизельный двигатель последнего поколения 2,8 литра. Зимний пакет и просторный функциональный семиместный салон. Для тех, кто не знает страха и не боится испытаний. Новый рамный внедорожник Toyota Fortuner. «Ты настоящий». Toyota. Легендарное качество. «Спорт-ФМ». «Спорт-ФМ. Сто процентов футбола». Александр Бувнов, Игорь Катманов. Говорим о футболе, естественно, на «Спорт-ФМ». Заходите также на страницу «Спорт-ФМ» ВКонтакте. Принимайте участие в голосовании. Оно не одно, их два голосования. Выбирайте самую легкую группу чемпионата мира по футболу. И самую тяжелую группу. Об этом мы тоже поговорим, но уже во второй части нашей программы. А пока приветствуем в студии с новостями спорта Дмитрия Томниковского. Да, спасибо еще раз. Добрый вечер. Главная новость минувших суток, безусловно, увольнение Леонида Слуцкого из-за английского «Халл-Сити». И сегодня британское издание «The Telegraph» пишет, что владелец «Челси» Романа Барамович намерен обсудить с российским специалистом его дальнейшие. В перспективе бизнесмен планирует предложить тренеру должность в структуре лондонского клуба. Напомню, что в прошлом месяце «Челси» расстался с техническим директором Майклом Эминалу. Однако решение, будет ли найдена ему прямая замена или же его работа будет разделена на две роли, пока в клубе не принято. Слуцкий может занять пост либо технического директора «Синих», либо какую-то другую должность в руководстве. Ну и по данным издания, 46-летний тренер возьмет время на раздумья касательно своего будущего. Но для начала обсудит его с Романом Аркадьевичем. Александр Викторович, что лучше, допустим, уже много слухов ходит по поводу возможного появления Слуцкого в России, или лучше ему в Англии остаться на посту технического директора, условно говоря? Слуцкий же говорил, что вся вот эта его авантюра с английским футболом – это проект Абрамовича. Поэтому, естественно, Абрамович его не бросает, он в этой ситуации быстрее всего останется в Челси. Здесь в России не футбольная страна, уже он сказал, он теперь пускай попробует в футбольной стране поработать. Ну а его вот эта авантюра – это провал, неудача или фиаско? Как это можно назвать? Я больше склонен верить Кончельсиску. Когда вот это случилось, Андрей хорошо знает английскую и премьер-лигу, и чемпионшип. Но он, кстати, прогноз дал, что Слуцкий не доработает до Нового года. Да, он сразу сказал. Поэтому, тем более, Слуцкий попал в проблемный клуб, а здесь он в России в проблемных клубах не работал. И там, помимо всего прочего, еще и всех ведущих игроков продали. И поэтому ситуация была очень тяжелая, к которой он оказался не готов. А можно ли считать это оправданием, что он попал в проблемный клуб? Потому что, в принципе, Леонид Викторович же знал, куда он идет. Да, это, конечно, не оправдание, это просто констатация факта. Александр Викторович, а если же все же Слуцкий займет должность функционера в Челси, каким это образом может казаться на его тренерской карьере? Можно сказать, что она закончится. В общем, да. В общем, да. Если только ему Абрамович в Челси не предложит роль тренера. Как Станислав Саламович приходил в Спартак в свое время, да, сначала спортивным директором, а потом тренером. Ну да. А что, допустим, Абрам Грант был довольно неожиданной фигурой. Сюмин вообще президентом клуба работы. Ну, посмотрим. Не, ну здесь-то это проще, наверное, чем в Англии. В Англии, я думаю, просто не поймут. Ну, в целом, да. В Англии не поймут. Человек не проработал полгода в чемпионшипе, и его назначат главным тренером чемпиона страны. Ну, я согласен. Но его сейчас никто и не будет, да. Нет, понятно, пока да. Но если мы так рассуждаем, чисто гипотетически об этом, по крайней мере, это было бы странно. Ну, во всяком случае, работать функционером в таком клубе, как Челси, это тоже большой опыт. А почему Карпина? Костерили, когда он неудачно работал с Мальоркой, а Слуцкого так не ругают, находят оправдания многие. Потому что это проект Абрамовича. Понял. Короткий ответ. А как это связано, допустим, с нашими коллегами, российскими журналистами, болельщиками и так далее? Ведь все же говорят, что Слуцкий красавец, попробовал уже молодец, а Карпин тоже попробовал. Да, тоже пробовал. Ну, видишь, значит, Карпин это не Слуцкий. Хорошо. К другим темам. Полузащитник Ливерпуля Мохаммед Салах признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам ноября. Ну, действительно, египтяне набрал сумасшедшую форму. В минувшем месяце он забил 7 мячей в 4 матчах премьер-лиги. И напомню, что сборная Египта является соперником команды России по групповому этапу чемпионата мира. Ну, а с Ливерпулем Спартаку в среду играть решающий матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Тем временем полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Пагба наказан трехматчевой дисквалификацией за удаление в игре 15-го тура премьер-лиги против Арсенала. При этом МЮ решил не подавать апелляцию на дисквалификацию французского Ховбека. Он избежал дополнительного наказания за свои аплодисменты в адрес арбитра Андрея Маринера, так как рефери не отразил этот эпизод в своем отчете. Таким образом, Пагба пропустит дерби с Манчестер-Сити в это воскресенье, а также матч против Бормута и Весбромича. Зато, как я уже говорил, сыграет завтра против Манчестер Юнайтед, а об этом уже заявил Жозе Мауринио. Против ЦСКА. Против ЦСКА, да, конечно же. Ну и завтра возобновляются продажи билетов на чемпионат мира по футболу в России. Второй этап продаж будет также разделен на два периода. Во время первого с 5 декабря по 31 января желающие смогут подать заявки на приобретение билетов на все игры, кроме матча, открытия и финала. В этот период не будет иметь значения, в какой день этапа подана заявка. На шансы на успех это не повлияет. А во время следующего периода, с 13 марта по 3 апреля, билеты, нераспределенные на предыдущем этапе, будут продаваться в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте FIFA. Спасибо большое. Это были новости спорта с Дмитрием Томняковским. Продолжается программа «100% футбола». Говорим мы о московском «Спартаке». Тут уже просят в процентах шансы московского «Спартака» против «Ливерпуля» назвать. Ну, я шансы «Спартака» выше, конечно, оцениваю, чем «ЦСКА», где-то процентов 20. Вот. С учетом того, что «Ливерпуль», он не совсем надежно в обороне играет. Если «Спартака» будет забивать, а судя по тому, как «Спартака» готовился к матчу с «Ливерпулем», и «Промессу» дал отдохнуть, и «Зе Луиш» не играл, хотя у «Зе Луиша» там, говорят, проблемы с ногтями, но это такие серьезные проблемы. Просто так их не решить. Но посмотрим, как это все обернется. Говорят, Самедов не полетел тоже в «Ливерпуль». А мы увидим приблизительно зеркальное отражение от той игры, которая была в Москве. Или что это будет? Все-таки «Спартаку» нужна не ничья, «Спартаку» нужна победа. «Спартаку» нужна победа, да. Но «Ливерпуле» тоже победа нужна. Но открытый футбол будем смотреть или как? Со стороны «Ливерпуля» это будет открытый футбол. Вот интересно будет посмотреть, чем «Спартак» ответит, и будет ли он отвечать атаку на атаку. И не увидим мы того, чего мы увидели, например, в игре с «Сивилией» в ответном матче. Но в любом случае будет очень много зависеть от того, как «Спартак» сыграет в обороне. Если «Спартак» сумеет надежно в обороне сыграть, то шансы забить, я думаю, у «Спартака» будут. Поэтому и в процентном отношении я больше даю «Спартаку». Но если «Ливерпуль» продемонстрирует ту игру, которую он сейчас в чемпионате демонстрирует, как и «Манчестер» и «Юнайтед», и будет от начала до конца, что называется, строго играть, а не так, как он сыграл «Сивилией», то у «Спартака» тоже мало шансов. Но я смотрю, «Самедов» все-таки полетел. 23 футболиста, да, здесь он есть в списке. А то прошла информация, что тоже вроде у него проблемы. Так что «Самедов» полетел, ну, «Зе Луиш» тоже, естественно. Что касается, я понимаю, что очень тяжело какие-то впечатления составить по игре «Спартака», потому что погодные условия были тяжелые в «Туле», но все-таки коротко. Больше того, «Спартак» вот в такой, ну, ставя такой состав, он, конечно, рисковал, потому что, вот как показал ход поединка и вот такие погодные условия, там игра шла к ничьей. К ничьей больше того, в первом тайме даже опасных подходов у «Арсенала» было больше. Но во втором тайме «Попова» выпустили, выпустили «Забнина», вот, перестроились. И, конечно, вот эту комбинацию, когда забили, там здорово Луиса Нерона сыграл. Он, во-первых, выиграл борьбу двух центральных защитников, которые ошиблись. Вот, ну и потом здорово с Глушаковым они разыграли голевой момент. Так звучит Маракана. Слушай футбол на Спорт.ФМ Реклама Резиденция Деда Мороза переехала до конца декабря. Новости. Страна. Мир. Спорт. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Сычев. В Москве 19 часов. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Коротко о главном. Стали известны критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду. Посол Франции назвала условия отмены антироссийских санкций. И Дед Мороз опроверг данные о выпуске криптовалюты. Далее подробности. Завершилось очередное заседание комиссии Международного Олимпийского комитета, на котором рассматривались дела хоккеисток, а в этом сообщает Пресс-служба Федерации Хоккея России. Хоккеистки подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, где команда заняла шестое место. Тем временем стали известны условия, по которым Международный Олимпийский комитет сможет допустить российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе. Об этом сообщает Inside the Games. Это подача индивидуальной заявки, как было с легкоатлетами на Олимпиаде в Рио, в которой россияне должны будут доказать, что не были вовлечены каким-либо образом в процесс употребления допинга. Кроме того, одним из ключевых критериев допуска станет отсутствие имени спортсмена в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Международные спортивные федерации будут решать вопрос о допуске конкретных спортсменов. Посол Франции в России Сильвей Берман заявила, что антироссийские санкции будут ослаблены, но после достижения согласия вокруг ситуации на юго-востоке Украины и пообещала работать над этим вопросом. Напомню, санкции против России были введены в 2014 году. Причиной введения ограничений ЕС неоднократно называл обострение ситуации в Донбассе. В России неоднократно подчеркивали, что Москва не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Кирилл Серебренников останется под домашним арестом до середины января. Вопрос меры пресечения для режиссера и других фигурантов так называемого театрального дела решался сегодня в Мосгорсуде. Защита Серебренникова предлагала отпустить под залог в 68 миллионов рублей. На принятие решения у судей ушло не больше 10 минут. Меры пресечения не изменятся. Под домашним арестом также находится бывший бухгалтер Нина Масляева. Торговые центры и кинотеатры эвакуированы в Краснодаре из-за сообщения возможно минирование, сообщил ТАСС представитель городской администрации. Он не уточнил, сколько торговых центров эвакуированы. Пользователи социальных сетей пишут о том, что эвакуация проводится в пяти торговых комплексах и кинотеатре. Дед Мороз опроверг данные о выпуске криптовалюты Дедульки. Ранее сообщалось, что он собирается установить ферму для майнинга в своей резиденции в Великом Устюге. Сейчас главный новогодний персонаж путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы посетить соцучреждения, детские больницы и зайти в гости к многодетным и малообеспеченным семьям. Зажечь городские новогодние ели. Путешествие началось 1 ноября во Владивостоке и завершится 30 декабря в Москве. В заключении курс валют. Доллар 58,99 рубля, евро 69,91. Пока это все новости. Мария Деева. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. О погоде в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и снегопада. Предстоящей ночи ожидается метель, гололизация, температура понизится до минус 5 градусов. Во вторник днем будет пасмурно, небольшой снег в столице. Столбики термометров покажут минус 2, в Подмосковье до минус 5 градусов. Ветер южный порывистый до 17 метров в секунду. Сейчас в столице 0 градусов, ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление сильно ниже нормы. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Всем добрый вечер. Также приветствуем слушателей наших в Санкт-Петербурге, которые теперь присоединились к программе «Сто процентов футбола». У них была передача «Сто процентов Петербурга». Я напоминаю, что в первой части «Сто процентов футбола» мы, а это Александр Бубнов и Игорь Катманов, говорили о матчах чемпионата России и обсуждали в конце, да, московский «Спартак». Вы сказали, что такой состав выставил «Спартак» на игру в Туле. А какой? Что неожиданного для вас было? Появление роши или что-то еще? Не, ну «Промеса» поберегли. Вот. Это тоже рисковали. Вот. Потом в обороне Камбарова не было, но там пришлось перестраиваться. Это уже вынужденная мера. Каджики играл на фланге. Каджики, да. Каджики на фланге играл. Появился Кутепов. Перестраиваться пришлось. А так вот «Зе Луиша» не было, «Промеса» не было. Это, конечно, потери в группе атаки. И, в общем, по первому тайму это ощущалось. Вот. Но во втором тайме, когда Забнин с Поповым вышли, удалось наладить игру в атаке, больше давления оказывать. И, в конце концов, забили. Но Спатак мог по игре, по игре, как игра складывалась, Спатак мог потерять очки. Я напоминаю, что на странице «Спорт.ФМ» ВКонтакте проходит голосование. Самая легкая и самая тяжелая группа на чемпионате мира по футболу. Так что заходите и голосуйте. Ну, а коль уж к нам присоединился Санкт-Петербург, то обсудим матч, который мы еще не обсуждали. Это «Зенит-Урал». 2-1 «Зенит» выиграл. Ну, понятное дело, что «Зениту» кровь изнусу. Нужна была эта победа, иначе отставание было бы уже довольно серьезным. Тем более, что и «ЦСКА», и «Спартак» выше поднялись. Игра неудачно началась. Мамана сам себе со стандарта забил. И здесь, конечно, «Зениту» пришлось по ходу перестраиваться. Но, тем не менее, им удалось. Тот уже портнягин, что называется, отмазался. Со стандарта себе забил гол. Ну, а второй гол здорово забил. Была быстрая контратака. И здорово, как Орин вошел в штрафную площадку, обыграл под правую ногу и пробил. Там рикошеты были, но, тем не менее, гол получился классный. В чем проблема нынешнего «Зенита», да? Проблема нынешнего «Зенита» в том, что средняя линия, в отличие от средней линии «ЦСКА», «Спартака» и «Локомотива», она не так активна. Ну, я не беру и «Краснодар», то же самое можно привести в пример. Она не так активно участвует в атакующих акциях. И очень мало полузащитники «Зенита» забивают. Поэтому возникают проблемы в организации игры в атаке. Нет плеймейкера, мы об этом уже говорили, да? Вот, ни Ерохин, ни Кузяев с этими функциями не справляется. Паредес, он все-таки из опорной зоны больше снабжает мячами. Это тоже не... Ну, «Кронавиттер» не было, да? «Кронавиттер» – да. «Кронавиттер» – это... Он провалил игру предыдущую. Да, опорный полузащитник. И вот здесь вот проблемы... Мне кажется, все проблемы кроются как раз вот в организации игры средней линии. Той организации игры средней линии, которая была, когда был Вицель, когда был Дани, и когда Халк тоже на себя игру брал, вот, и обострял игру. Сейчас вот таких игроков... Дрюси откровенно проваливается, вот... Но Дрюси все-таки это нападающий, да? Да, он уже и не игрок стартового состава стал. Ну, вышел с Уралом в старте. Да, но не всегда в стартовый состав попадает. И вот эти... Постоянная ротация как раз и поиски Манчини с этим и связаны. Дошло до того, что он уже Жиркова стал на месте правого защитника использовать, где он никогда и не играл. Он все-таки слева играет. Вот. Но это вот как раз вот связано с этими поисками. То в состав вообще Жирков не попадал, да? Сейчас он его вставит, да, еще не на свою позицию. Хорошо. Зениту плеймейкера не хватает? Десятого номера? Да. Однозначно. Однозначно хорошего плеймейкера не хватает для того, чтобы обострять игру. И не только обострять ее игру, но и завершать атаки. Мы видели, как в Манчестер-Сити, вот в последней игре, с Ветхомом, да, там, с Весхомом, как Дебрюйне, Дебрюйне играет и Сильва. Два человека, которые организуют игру и одновременно завершают ее. Но Дебрюйне вообще один из лучших, по-моему, сейчас в Европе. Вот что значит конструкторы игры. Они вот так вот должны играть. Плюс там Занэ и... Ну, крайне, Александр, вы сравниваете Дебрюйне и Сити и Зенит? Ну, у Зенита достаточно ресурса финансового для того, чтобы... Купить Дебрюйне? Да, приобретать игроков такого уровня. Уровня Дебрюйна? А почему нет? То есть Зенит может купить игрока уровня Дебрюйна? Ну, а почему нет? В зимнем перерыве. Вы прогнозируете? Я не прогнозирую, я просто говорю, что им необходим игрок такого уровня. Ну, то есть приобретение будет какой-то. Да, и поэтому они 100% будут плеймейкера искать. Смотрю, что вы нам пишете. Вайбер и Утсап 925-4-2-93-2. Не считаете ли, что Арсенал отдавал за прошлый год матч Спартаку? Ну, вообще, так как они упирались и бились по такой погоде, да, так игры не отдают. Попов за тысячу минут один голевой пас. Это нормально для игрока его позицию? Такой вопрос пришел. Нет, конечно. Нет, ну, поэтому Попов и нечасто попадает в стартер. И состав команды. А Манчини? Как вы думаете, вот если все так и будет продолжаться в Зените, если, допустим, Зенит все-таки будет идти не на первом, а на втором месте? В Зените, если будет демонстрировать вот тот уровень игры, который они сейчас демонстрируют, да, они не станут чемпионами, а у них стоит задача стать чемпионом. Больше того, сейчас вот они в плей-офф будут уже играть Лиги Европы, да, это дополнительная нагрузка будет по весне. Но у них состав-то нормальный. А матчей не так много остается. Вот, поэтому на два и на три фронта там и сборники что же есть, да, и как это все уукнется. Да, вот именно вот с такой игрой может получиться так, что они там, какая сейчас плотность команд, да, то там нужно и в тройку не попасть. Продолжают приходить вопросы Александру Бумнова. Как Бесков мог наказать за такой обрез, какой совершил Цактыш в игре с локомотивом? Ну, это нагоняй был бы стопроцентный. Мог бы и посадить на скамейку. Просит оценить игру Маркова из Тосна. Ну, Марков, он хитрик сделал, причем хитрик отрыгал головой за 20 минут. Вот, он уже больше забил, чем за болотный. Да, только игру с ЦСКА и с Зенитом Тосна провалили. Ну, они провалили, да. Но здесь, знаешь, когда тебе, когда в обороне так играют и быстрые голы пропускают, то нападающим уже тяжело. Тем более у ЦСКА, где оборона более-менее сыгранно и надежно играет по российским меркам. А так Марков, он себя очень хорошо проявляет сейчас. И, я думаю, на него обратят внимание даже в российском чемпионате и клубы, которые находятся в охоте. Ну, и спрашивают, коли уж у нас в последнем туре перед зимним перерывом, такое большое событие, как дерби, ЦСКА и Спартака, просят оценить шансы команд. Вот кто на данный момент выглядит сейчас предпочтительнее? Ну, предпочтительнее, конечно, если взять вот те проблемы, которые есть в команде, в командах, да, то предпочтительнее Спартак выглядит. У него и скамейка длиннее, вот, и игру демонстрируют они, скажем так, более содержательную. Потому что у ЦСКА все-таки верблом, как бы он не забивал, все равно это не ярко выраженный нападающий. И те потери, которые сейчас есть у ЦСКА, у них больше потерь, чем у Спартака. Поэтому в этом плане Спартак выглядит предпочтительнее. А как будет в дерби, там это всегда 50 на 50. Пишут, а может быть, Зениту вернуть Жулиана, но как его вернуть? У него, по-моему, уже контракт в Турции он где-то играет, да? Да. То есть его никак не... Ну, игрока подобного может быть, хотя... Ну, у них, видишь, как, у них Ноба есть, но Ноба он его не использует, он в него не верит. Точно так, как он в Жиркова не верил. Сейчас он поверил в него. Ну, вот, поэтому сказать, что у них вообще нету игрока на этой позиции, он есть, но он не играет Ноба. Вот, а Ноба это такой игрок, которому там, где ему доверяют, это вот Бердыев, да? Да. Например, Бердыева. Он играл, и играл и в Рубине, и в Ростове. А если ему в Динамо не доверяли, то он и в Динамо тоже себя не мог проявить никак. Ну, вот подсказывают, что Жулиана все-таки не на контракте, а в аренде. В Фенерборче, по-моему, да? Ну, да. И вполне возможно, что и Жулиана могут возвратиться, потому что есть проблемы с этим. Ну, и Жулиан играл очень неровно. Неровно, да. Потому что когда он только приехал, ну, это при Луческо, правда, было. Да. При Мончине Кокорин тоже неровно играл. А сейчас, видишь, при Мончине, когда тренер доверяет и верит в него, уже совершенно по-другому играет. 925-4-2-93-2, Вайбер и Ватсап. Ну, так уже потихонечку мы переходим к теме жеребьевки. Тут спрашивают, была ли жеребьевка честная, на ваш взгляд? А как вот, как вы это представили? Вообще, мы скажем, нет, она была нечестная, нет, она была честная. А как это вообще можно доказать? Не, вообще так публично говорить, чтобы говорить такие, делать заявления, нужно иметь веские доказательства. Их у нас нет и не может быть. Ну, то, что группа легкая, это факт. То, что календарь даже получается довольно удобный для сборной России, потому что сборная России идет, соответственно, по нарастающей, от самого слабого соперника к самому сильному. Ну, и по большому счету сейчас, когда начинают говорить о легкой группе, да, то если брать вот так чисто, но чистую статистику брать, да, то по рейтингу FIFA мы вместе с Саудовской Аравией, самой слабой командой, получается, на этом чемпионате мира, тот же Египет на 34 позиции в Ишинах находится. И больше того, вот мы с тобой состав смотрели, да, помимо... Ну, там приличный. С Аллаха, да, там у них пять человек играет. В Англии. В Англии, да. Вот, и поэтому из такой зоны они вышли, вот, из африканской, не так просто. Поэтому состав у них очень приличный, и нам, скорее всего, придется, как раз вот с Египтом будет непростая игра. Я уже про Уругвай не говорю, правильно? Вот, и если говорить, кто, в общем, кому повезло по тем показателям, которые на сегодняшний день есть, то это больше Уругваю повезло, чем нам. Ну, что касается Египта, там еще и тренер Актер Купер, да, не будем забывать. Не подарок, да. Да, очень опытный специалист. Салах из Ливерпуля, Хигази из Весброма. Потом Купер просмотрел уже огромное количество местных игроков, но, так скажем, из ведущих клубов на Аляхли, Замалек, но пока что в сборной Египта такое количество иностранцев, которого не было вообще за всю историю этой команды. Ну, и вообще, и пресса, и... Легионеров, в смысле. Ну, и пресса очень оптимистично тоже настроена и в Египте, и в Саудовской Аравии. Ну, я так понимаю, да, они очень довольны жеребьевкой. Все довольны, да, я не говорю, не говоря уже за Уругвай. А мы, по большому счету, по высказываниям и Черчесова, и игроков, никто не знает, что из себя представляет Саудовская Аравия и Египет. Ну, уж Уругвай-то надо знать. Ну, по Уругваю, да, по Уругваю. А по этим двум командам, а от них все зависит. Нужно две игры выигрывать первые. Я с тобой согласен, что календарь очень хороший тоже. Первая игра с Саудовской Аравией, а потом с Египтом. И уже тогда с Уругваем там решать, кто будет первым в группе. Но, с другой стороны, подожди еще, там, Египет еще и с Уругваем побьется, и с нами. И я уже не говорю о Саудовской Аравии. Да, еще и с Саудовской Аравии упрется. Да. Поэтому не все так легко будет складываться, как сейчас кажется. Единственное, ну, у Саудовской Аравии там очень большая проблема, потому что в отборе чемпионата мира Саудовской Аравии выглядело довольно-таки уверенно. Там был Бертван Марвик, тренер, да, голландский. А потом его уволили, пришел от Гарда Бауса, потом Бауса убрали. Сейчас Пицца. Пицца, то есть... Который хорошо, между прочим, знает сборную России, потому что пришлось играть со сборной России. На Кубке Конфедерации и товарищскую игру еще. Да. В смысле. Вот, поэтому Пицца хорошо знаком со сборной России. И он представляет, что это такое. Ну, вообще, это ненормально, по-моему, убирать сначала тренера, который вывел команду на чемпионат мира, потом назначать другого, его убирать и назначать третьего. Ну, у Шейхов это нормально, Игорь. То есть для них это... Для них это, да, элементарно все. Ну, они, наверное, видят, а кто сейчас освободился? Давай-ка вот этого возьмем, да? Они вообще хотели Анчелоти, Анчелоти отказался. У них проблем пригласить нет, понимаешь? Особенно материальных, финансовых. Ну, я к тому, что и фигуры такие, да, значимые. Тренерский Купер, Пицца, Табарес. Да, да, и поэтому сейчас вот многие, что называется, там сто процентов чуть ли не гарантированно говорят, что обязаны. Ага. Вот, ничего не обязаны, игра покажет. И правильно, Павел Семин сказал, в декабре эта группа не выигрывается. Предстоит тяжелая работа и подготовка соответствующая. А как мы вот будем, допустим, вот матч Саудов-Скарай? Да, правда Жирков, Жирков, вот последние его высказывания на эту тему его спросили, он фаворитами считает Уругвай и Россию. А что он скажет, я фаворитами считаю Уругвай и Египет, а мы будем бороться? Нет, он мог бы сказать, что фаворит в нашей группе, это действительно фаворит Уругвай, а мы все будем бороться. Но, однако же, ну мы, видишь как, мы на Кубке Конфедерации хотели до финала дойти. А чем все закончилось, известно. Так, вот не путайте меня, вот выговор сделаю вам. Все-таки прислали мне, что подписал контракт с Венербахче Жулиано на 4 года. Так что он не в аренде, а, соответственно, на полноценном контракте. Потому что, да, если бы в аренде был, я думаю, Манчини бы выдернул бы, да. Вот в той ситуации, в которой сейчас есть. Ну и возвращаясь к теме чемпионата мира. Матч против Саудовской Аравии. Вот Россия выходит, даже в 5 защитников будем играть против Саудовской Аравии. Вот это тоже вопрос, да. Основная модель игры в три центральных защитника. А здесь надо будет атаковать. Поэтому, да, здесь вопросов много. Не так все просто, как кажется, на первый взгляд. Да, умеет ли сборная России вот в нынешнем ее виде атаковать? Ну, понятно, мы сыграли ничью с испанцами. Но там, откровенно говоря, наверное, испанцы чуть-чуть подсдали, да, вторым танец. Ну, во-первых, они не оптимальным составом своим играли. И во-вторых, они не играли в экономном режиме. Вот, и чтобы травмы не получить, вот, конечно, в своем оптимальном составе, если они на полную мощь будут играть, это совершенно другой уровень. Ну, с Уругваем понятно. С Уругваем мы будем играть, ну, приблизительно, наверное, так, как играли с Аргентиной, да? Ну, в три центральных защитника, когда играешь, если у тебя активные фланги, фланги, да, а у нас там и Фернандес есть, там у нас и Смольников есть, и Рауш, и Жирков тоже. Вот, то здесь практически ты играешь в три защитника, а это уже группа игроки, которые непосредственно к группе атаки относятся. Вот, от их игры очень много зависит. Здесь она, эта система в три центральных защитника, из пяти, из пяти она модернизируется очень быстро и превращается в более атакующие с тремя всего защитниками вообще. Но все равно, если брать какие-то ведущие команды, то они играют четыре защитника. Ну, это топовые сборные, да, а для чего? Это делается для того, чтобы увеличить атакующий потенциал. Вот, но у нас проблемы с центральной зоной, и поэтому Черчесов вот и избрал такую модель. Я напоминаю, что на стороне Спорт.ФМ ВКонтакте продолжается голосование, но давайте посмотрим, какие тут промежуточные итоги. Какая из групп самая легкая? Ну, понятное дело, 64% проголосовали Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай. На втором месте идет группа Польша, Колумбия, Сенегал, Япония. Ну, кстати, вот эта группа, она может быть не такая громкая по именам, но очень ровная. Да, да. Я скажу так, что группы смерти, наверное, нету нигде, вот, а легкие группы, ну, относительно легкие, здесь правильно уже назвали, а так в целом все группы достаточно ровные. Ну, вот... Ровные, но, правда, есть группы, вот эта группа, которую называют, вот, Польша, да, где... Колумбия, Сенегал, Япония. Да. Здесь, мало того, что они ровные, то здесь и фаворита нету, есть ровные группы, где есть фавориты, вот, а здесь вообще, на мой взгляд, фаворита явного нету. Поляки, нет? Нет. Они из... одни из фаворитов, но не явные. А кто, поляки и колумбийцы? Поляки и Сенегал. Сенегал? Да, у Сенегала очень хорошая сборная, что ты удивляешься. А Колумбия? Ну, колумбийцы, колумбийцы тоже из латиноамериканских команд там слабых, да, слабых нет, но Сенегал тоже хорошая команда. Вот я тебе поэтому и говорю, и японцы тоже побьются. Ну, вот, самый сложный, наши слушатели называют группу, я соглашусь, Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия. Да, да. Вот эта группа, она такая, самая сложная. Вот, но и здесь тоже явных фаворитов нету, потому что аргентинцам нельзя, потому что мы видели, да, как они мучились в отборе, да, и сейчас еще сгорели. Нигерия в 4-2 здесь. Ну, там без Месси, правда. Да, без Месси, ну, посмотрим. Так, а почему подал в отставку главный тренер сборной Австралии? Ну, об этом уже давно ходили слухи, и сейчас Австралия, по-моему, единственная сборная, у которой нет тренера на данный момент из тех, кто попал на чемпионат мира. Ну, вот, кстати, Саудовскую Аравию где-то сравнивают со сборной Австралии примерно такого же уровня команда. Ну, наверное, все. А австралийцев мы видели здесь на Кубке Конфедерации, с ними тоже непросто. Если они упрутся, они упрутся на чемпионате мира, но я имею в виду не австралийцев, а Саудовскую Аравию, поэтому к ним нужно тоже очень серьезно подходить. Ну, где-то они должны упереться, да. Тем более первая игра пока еще свежая, знаешь, как на эмоциях. Приверемся мы ненадолго, а потом продолжим обсуждать группы чемпионата мира по футболу с Александром Бубновым. Новый год на панорамном лайнере «Ривер Пелос» 31 декабря. Новогодняя прогулка по Москва-Риге. Главный салют у стен Кремля. Мохаммед Али. Новости. Страна. Мир. Спорт. 19.30 в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Коротко о главном. МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Москве. Сообщение о минировании ЦДМ на Лубянке оказалось сложным. И Леонид Слуцкий претендует на должность технического директора Челси. Далее подробности. Из-за непогоды Шереметьево задерживается отправление пяти рейсов аэрофлота, сообщили в прислужбе перевозчика. Уточняется, что на два часа переносится время вылета в минеральные воды. В Екатеринбург переносится на четыре часа, в Париж на шесть. Прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Кроме того, круглосуточно работают телефон и контакт центра авиакомпании. Ранее аэрофлот отменил 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. На московских дорогах возможно увеличение количества ДТП и затруднение движения транспорта, сообщил ТАСС дежурный офицер МЧС по Москве Андрей Павлов. По его словам, в связи с прохождением теплого фронта в Москве, начиная с южных районов, ожидаются мокрый снег, дождь, гололед и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Водители просят управлять транспортом снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, избегать внезапного маневрирования, парковать автомобиль в гараж или вдали от деревьев. В свою очередь в московском департаменте транспорта призвали жителей столицы отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Сообщение о минировании центрального детского магазина на Лубянке оказалось сложным. Об этом ТАС сообщил источник в экстренных службах. Кинологи не нашли в здании никаких подозрительных предметов. На время проверки из здания были эвакуированы 600 человек. Убивший 12 фазанов в парке Горького предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура. Инцидент произошел еще в сентябре. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения проник в вольер на территории парка и убил 12 экзотических птиц. По данным надзорного ведомства, в преступлении обвиняется 21-летний гражданин Белоруссии, имеющий судимость за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. СМИ сообщили о планах Абрамовича трудоустроить Слуцкого в Челси. Речь идет о должности в руководстве лондонского клуба, сообщает «Селеграф». По их данным, Слуцкий претендует на должность технического директора, который стал вакантной в ноябре после ухода Майкла Эминалу. Накануне английский футбольный клуб «Халл-Сити» объявил о расторжении контракта с Леонидом Слуцким. Как сообщает и прислужба клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Набрав в 20 матчах 19 очков, «Халл-Сити» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа. Всего в чемпионшипе выступают 24 клуба. Спортивно-арбитражный суд в Лозане отклонил апелляцию российской легкоатлетки Татьяны Черновой на решение организации об ее дисквалификации. Об этом сообщает прислужба суда. В ноябре 2016 года КАЗ дисквалифицировал Чернову на 3 года его семейцев, начиная с 5 февраля 2016 года. Также аннулировал все результаты семьборки с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года. У спортсменки были обнаружены несоответствия в биологическом паспорте. Таким образом, ее лишили золотой медали чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012. Это пока все новости Марии Адеевой. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Теперь о ситуации на дорогах. По данным портала Яндекс.Пробки местами в Москве затруднения. Общая ситуация оценивается в 3 балла из возможных 10. Самая длинная пробка в 7 километров на внешней стороне МКАД от Ленинского проспекта до Ясенева. Скорость потока там 20 километров в час. Время проезда 20 минут. Столько же потеряется на Кутузовском проспекте от улицы Днаевского. Внутренняя сторона МКАД стоит от Рублево-Успенского шоссея в сторону Строгино, Новоризанское шоссе от Смирновской улицы до Лыткаринского шоссе. По 3-й в этой пробке 15 минут. Ты должна продержаться 12 раундов против Мэйвезера. Я продержусь. Хоть вот. Я же искусственная. Каждое утро с 4 по 17 декабря в прямом эфире Спорт.ФМ мы разыгрываем Ёлку чемпионата. В цветах вашего любимого клуба. Спорт.ФМ. 100% футбола. Александр Бубнов, Игорь Катманов. Программа 100% футбола. Продолжается голосование и на сайте, на странице Спорт.ФМ ВКонтакте. Так что заходите, голосуйте за самую сложную группу на чемпионате мира и за самую легкую. Ну вот, кстати, Александр Викторович, еще довольно непростая группа, наверное. Согласитесь вы или нет, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея. Ну здесь... Есть один очевидный фаворит. Да, конечно, немцы. А за второе место тут три команды побьются. Они побоются, да. Три команды побьются. Пишите нам 925-4-2-9-3-2. Это Viber и WhatsApp. СМС-портал 5533. В начале сообщения слова «Спорт» приходит уже сообщение. Здравствуйте. Крупнейшие американские букмекерские конторы дают следующие расклады по будущему чемпиону мира. Германия 5 к 1. Бразилия 6 к 1. Франция 6 к 1. Испания 8 к 1. Аргентина 9 к 1. Ну и меньше всех у Панамы и Саудовской Аравии. Полторы тысячи к 1. Согласны вы, что Германия главный фаворит. Потом Бразилия, Франция, Испания, Аргентина. Или кого-то еще бы включили? Да нет. Вроде всех явных фаворитов здесь озвучили. Единственное только сейчас я бы даже по той игре, которая демонстрирует сборная Бразилии, я бы ее даже... Выше Германии? Выше Германии, потому что у сборной Германии нет такого игрока, как Неймор в атаке. Плюс ко всему там и Каутинь есть, и Жезус есть. То есть у них в этом смысле на сегодняшний день у них более сильная группа атаки, чем у немцев. Да у них полузащита приличная, да? И по линию, которая в Барселону перешел, все удивлялись. Опорного полузащитника играет. Но и у них сейчас и вратари тоже хорошие, и линия обороны достаточно надежная. Поэтому по сравнению с чемпионатом мира, который у них был, сейчас сборная значительно сильнее выглядит. Да, вратарь у них вообще отличный, Алисон Беккер из Ромы. Ну, понятное дело, что в нашей группе фаворит Уругвай, без Фарлана Уругвай, наверное, уже не столь силен. Я тебе скажу, в Манчестер-Сити тоже неплохой вратарь бразилиец. То есть у них с вратарями сейчас тоже... А раньше у них проблемы с вратарями были, а сейчас у них проблем тоже нет. Ну, раньше это когда? Ну, когда, когда помнишь... Когда выиграли? В 82-м году. Помнишь, какой у них вратарь был? Ну, да, да, да. Ну, наверное, у них вот как раз-таки со времен Тафарелла, да? Да. В принципе, уже таких серьезных проблем с галкиперами не было. Ну, у них и в 70-м году, когда они чемпионы мира стали в Мексике, у них тоже хорошая вратарь. Да. По Уругваю. Ну, согласны, что Фарлан многое значил для этой команды. Все-таки Уругвай, конечно, был посильнее, когда они дошли до полуфинала, выиграли Кубок Америки. Потому что, напомню, что на прошлом чемпионате мира Уругвай еле-еле вышел из группы. В плей-офф они проиграли Колумбии, да? Ну, тем не менее, как сейчас Ковани. Ковани сейчас вообще идет на первом месте, как бомбандир, да. 18 мячей уже набил и играет очень результативно. Плюс Суарес, если вот такой тандем в атаке, это, конечно, очень грозная сила. Помимо всего прочего, у них и средняя линия, и оборона тоже достаточно надежные. Поэтому Уругвайцы не случайно в нашей группе фаворитами считаются. Ну, понятно, что Ковани Суарес, если брать вот именно ту схему 4-4-2, по которой играет Табарес, на именно вот пару таких форвардов, наверное, это вообще чуть ли не сильнейшее в мире. Именно как пара форвардов. Да, они друг друга дополняют очень хорошо. И сыграны здорово. Поэтому это очень грозная атака. Единственное, конечно, тут опять-таки вопрос по тренеру, потому что Оскар Табарес у него болезнь, он тяжело болен, и из-за этого даже не приехал на жеребьевку. Но, в принципе, у Табареса эти проблемы последние несколько лет. А Апелли, почему он был? В коляске? Да. Ну, тоже у него серьезные проблемы. У него проблемы с чем? С бедром? Я не помню. Там что-то говорили про бедру, но если с бедром, то это еще куда не шло. А если это более серьезная болезнь? Это болезнь. Последние. Его же госпитализировали, по-моему, с почками или что-то такое. Тоже были проблемы. Ну, в любом случае, Пеле прилетел и принял участие в жеребьевке. Пеле. А, про Пеле мы говорили. Вы считаете, что Пеле – это лучший футболист за всю историю? Да. Тут возмущаются. По вашей логике, Александр Викторович, если в Германии нет такого футболиста, как Месси, то это не повышает… Как и Неймар. Ну, тогда и коэффициент Аргентины выше становится, то там пишут, если у них есть Месси. Ну, я почему говорю? Просто в сборной… Германии. В сборной Германии, да, у них вообще проблемы были с нападающими. И не случайно, там, вот, и Клозы, когда они чемпионами мира стали, да, там, в последнем уже возрастного игрока они возвращали. И сейчас там есть молодые, вот, футболисты. Тина Вернан, но все равно это… Ну, в Германии проблемы с центром форварда существуют. Да, эта проблема существует, поэтому я и говорю. А здесь Неймар, он вообще сейчас уже выходит на очень высокий уровень. И то, что вот он демонстрирует сейчас в том же Парисе-Сен-Жермене, мы наблюдаем, говорит, о очень высоком уровне его. И он, поэтому и претендовать в ближайшее время уже будет на лучшего игрока, на мой взгляд. Вот, у него все для этого есть. Вот, но и они, бразильцы, все-таки олимпийскими чемпионами стали. И вот тот состав, который у них сейчас собирается, вот, говорит о том, что они по игре… Более сбалансированной командой стали. Более сбалансированной, более атакующей. Хотя у немцев тоже состав неплохой и перспективный. Но бразильцы выглядят более сыгранными вот в том составе, в котором они сейчас выступают. Вам тут уже приходят вопросы личного характера. Собираетесь ли посетить матчи чемпионата мира? И какая игра вам наиболее интересна? Ну, сейчас рано говорить, потому что, судя по всему, придется работать и просматривать все игры, там, расшифровывать, посмотрим. И там нужно же аккредитацию еще оформлять, эти все дела. Поэтому я загадывать не буду. Ну, по Англии и по Бельгии спрашивают. Ну, Бельгия, наверное, может стать одним из открытий этого турнира. Да, и англичане, англичане, они сейчас вот, у них все-таки тоже смена поколений проходила. И они сборную, что называется, проверку боем, она прошла на чемпионате Европы. И сейчас вот, если смотреть по кандидатам в сборную, как они играют в чемпионате Англии, да, в английской премьер-лиге, то они высокий уровень демонстрируют многие. И поэтому у них тоже неплохая команда была. А вот то, что Саутгейт подтягивает, вот, допустим, таких игроков выпускает, как тот же Доминик Саланки, да, который, соответственно, выигрывал молодежный чемпионат мира, но в Ливерпуле еще не играет. В основном он там провел одну-две игры. Это правильно? Ну, это на перспективу. Он на перспективу, он ему дает шанс, и он адаптирует его как сборная, и это нормально. Потому что в свое время Марадону на чемпионат мира свой домашний не взяли, да? Ну да, да. Вот, а потом... В 78-м. Да, в 78-м году. А потом он, в конце концов, привел сборную Аргентины к чемпионскому званию. Поэтому игроки особо одаренные, их нужно как можно быстрее привлекать к такому уровню, чтобы они адаптировались. Ну, а что касается группы сборной России, то не будем забывать, что даже если мы выйдем в плей-офф, то там крест-накрест играем с группой, где Испания и Португалия. Да. С испанцами или с португальцами. Если там, конечно, португальцы, но и испанцы. У испанцев команда хорошая, главное, чтобы португальцы там не начудили. У них бывает иногда такое, что они тяжело играют в группе. И на чемпионате Европы они тоже тяжело играли, но потом потихоньку раскачиваются. Ну, кстати, я не исключаю варианта, допустим. Сенсации-то какие-то наверняка будут, да? Выйдет, допустим, не Португалия, а условно Иран. Ну, во всяком случае, мы и с португальцами, и с испанцами уже сыграли. Мы имеем представление о них, и это тоже очень важно. Реклама Настоящий рамный внедорожник. Абсолютно новый Toyota Fortuner. Мужественный экспрессивный дизайн кузова. Светодиодная оптика. Турбодизельный двигатель последнего поколения 2,8 литра. Зимний пакет и просторный функциональный семиместный салон. Для тех, кто не знает страха и не боится испытаний. Новый рамный внедорожник Toyota Fortuner. Ты настоящий. Toyota. Легендарное качество. Десятый сезон континентальной хоккейной лиги. Новые битвы, новые сенсации и новые звезды. Путь вместе с любимой командой. Не жалей эмоций и побеждай. Живи хоккеем. Смотри игры юбилейного сезона КХЛ на телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ-HD. А также на видео.кхл.ру и в официальных мобильных приложениях КХЛ. Категория 0+. Небывалый размах Toyota Land Cruiser's Land. 60 городов России. Только до 10 декабря. Внедорожный тест-драйв года. Не пропустите его в своем городе. Почувствуйте всю мощь настоящих внедорожников. И преодолейте экстремальные препятствия за рулем нового Toyota Fortuner. Легендарного Land Cruiser 200. Мужественного Land Cruiser Prado. И неубиваемого Toyota Hilux. Подробности у официальных дилеров Toyota в вашем городе. И на сайте land.toyota.ru Спорт-ФМ. Будь первым. До зимних Олимпийских игр осталось 66 дней. А до программы ТОП-спорт 15 минут. Спорт-ФМ. 100% футбола. Александр Бубнов, Игорь Катманов. Программа 100% футбола. Продолжают нам приходить сообщения на вайбере ватсап. 925-4-2-93-2. По поводу шансов различных команд на чемпионате мира. Пишут тут слушатели, что очень мощная сборная у Польши в главе с Ливандовским. Такой у них не было, наверное, со времен Бонника. Ну, в принципе, соглашусь. Но то же самое можно тогда сказать и о сборной Дании. Которая у себя поляков разбилась. 4-0, по-моему. В отборе. Что стало довольно большой неожиданностью. Вот. С одной стороны, неожиданностью стало. Но, в конце концов, датчане, видишь, как они квалифицировались на чемпионат. Поэтому у датчан тоже хорошая сборная. Вот вам, пожалуйста. Вот. И поляки. Сборная у них неплохая. Ливандовский. Но Ливандовский, он проявляет себя тогда, когда его тоже хорошо обслуживают. Вот. И здесь от обслуги будет очень много зависеть. Потому что в Баварии-то его обслуживают значительно лучше, чем в сборной Польши. Африканские сборные какие-нибудь выстрелят. Я, честно говоря, пока не вижу такой даже яркой африканской команды, которая, к примеру, была Гана, да, которая проиграла в свое время Уругваю. В четвертьфинале. Ну, посмотрим, как Сенегал сыграет, как нигерийцы сыграют. Но нигерийцы вам понравились с Аргентиной? Ты знаешь, в первом тайме они не произвели такое впечатление яркое. А во втором тайме они преобразились. И после того, как проигрывали 2-0, сумели выиграть игру. И еще и крупно выиграли. И достаточно легко это сделали. И это еще при том, что там не все сильнейшие еще были. И я думаю, эта сборная прибавит еще. Ну, и будет за кого нам поболеть, потому что там, напоминаю, Брайан Идова играет. Да, и он первый голос забил. Кстати, он же товарищескую игру провел, поэтому он может еще, в принципе, заиграть за сборную России. В принципе, да. Вы бы взяли? Ну, все зависит от него, да, как он будет себя проявлять. С Фернандесом же Фернандеса взяли в сборную, когда он себя ярко проявляет. Вот, кстати, он в сборной... Нет, ну, Идова вообще в Питере родился. У него уже российский паспорт. Здесь в этом плане проблем нет. И по-русски говорит непросто хорошо. Да, очень хорошо говорит по-русски. Лучше многих русских футболистов даже говорит по-русски. Я удивился Лискана, как неплохо по-русски тоже говорил. Он уже довольно давно здесь, причем он в таких экзотических местах. И он, по-моему, в Красноярске, потом в Хабаровске. Потом Лискана, да, да. И потом Ванжи. Так, 925-4-2-93-2. У Франции пишут яркая команда. У Франции, да. У Франции очень яркая команда. Ну, Дешамб сказал так, что фаворитами он считает бразильцев, немцев и испанцев. Он говорит, но мы, говорит, очень амбициозны. Мы очень амбициозны. Но он, видишь, как... Но тем самым он дал понять, что сборная Франции тоже будет бороться за самые высокие места. Но в числе фаворитов он не назвал. Ну и в заключении программы, Александр Викторович, давайте все-таки порассуждаем. Да, главная новость дня, это, конечно же, то, что Леонид Слуцкий покинул Халл-Сити. Про то, что, возможно, он попадет в Челси на новую должность. Мы это уже слышали из новостей. А где еще может оказаться Слуцкий? Ну, его сватают и в Зенит, и в Краснодар. Ну, в Зенит, допустим... Да нет, я не думаю. Я не думаю. И с Краснодаром, и с Зенитом, и с Краснодаром... Не знаю, как с Зенитом, но с Краснодаром, на мой взгляд, Шалимов доработает до конца сезона. Хорошо, Зенит. Если бы Слуцкий не работал в Халл-Сити, а, допустим, сейчас Слуцкий покидает ЦСКА, было бы больше шансов, что на него обратят внимание в Зените? Ну, конечно, вот то, что он получил вот такой отрицательный, скажем, опыт, да, вот, это, конечно, повлияет сейчас на его... На его котировки, скажем так. Но Петербург же не такая проблемная команда, Зенит, да, как Халл? Ну, и Слуцкий не такой тренер, как Манчини, если в целом брать. Сравнивать Манчини со Слуцким по достижениям и по работе, вот, то у Манчини больше достижений. Но Манчини ставился чемпионом Англии. Да. Чемпионом Италии. Что касается, что касается вообще английских лиг, я и говорил, да, то в первый год и ничего, и у Клопа не получилось, и у Гвардиолы тоже не получилось. Там не так просто добиться результата. Ну, да, добиться результата не просто где угодно, да. В футболе национальной лиге тоже не просто. Титулов я имею в виду. Вот, и только уже со второго года, и то, если сейчас у Гвардиолы дела идут в гору, то у Клопа о чемпионстве говорить не приходится. Хотя говорили, что Клоп придет и в течение трех лет сделает Ливерпуль чемпионом. У Ливерпуля вообще проблемы огромные в обороне. Вообще-то не понимаю, почему Клоп на это внимание не обращает, хотя возможности были и во время окна на трансфер. У Клопа и в Баруси и Дотмонской тоже были проблемы с обороной. Ну, вы согласны, что вот на данный момент, вот если прямо сейчас брать, Манчестер-Сити – это самая сильная команда мира? Да, да. На сегодняшний день, да. А вот как так получается у Гвардиолы? Ну, интересно. Мне бы очень интересно было посмотреть Манчестер-Сити сейчас вот с Парис Энджерменом. Потому что у Парис Энджермен тоже хорошая команда, очень хорошая команда. И вот как Манчестер-Сити на фоне вот такой группы атаки, которая есть у Парис Энджермена, будет выглядеть. Потому что все-таки в обороне нельзя сказать, что Манчестер-Сити играет так уж надежно, что там непроходимая защита. Ну, у нас впереди еще Манчестерская дерби, тоже довольно любопытно. Да, и вот первое испытание как раз будет сейчас серьезное для Манчестер-Сити. Как раз вот игру с Манчестер-Юнайтедом, команда, которая может и закрыться. И в то же время очень устрая играть на контратаке. А вы смотрели с Арсенала? Да. Смотрел. Но скажу, что вот так, счет не по игре. Если бы там не ДХ, то счет бы мог быть совсем другой. Арсенал провел хорошую игру, но их подвело как раз вот ошибки, вот эти привозы. Хотя и опытных защитников, тем не менее. Быстрые вот эти голы в первом тайме. Если бы они не привезли сами себе два первых гола, вот, то все было бы по-другому. Спасибо большое. Это была программа «100% футбола» с Александром Бубновым. Мы с вами прощаемся. Удачи. День в истории футбола. 4 декабря 1959 года родился Пол Макград, ирландский футболист-защитник. Обладатель Кубка Англии и Кубка Лиги. Один из первых знаменитых ирландцев-мулатов. Макград родился от ирландской матери и отца негирица. Футбольную карьеру начал, выступая за школьную команду «Пирс Роверс» и юношескую команду «Далг Юнайтед». Какое-то время Пол работал подмастерьем кровельщика и охранником в Дублине, после чего стал профессиональным футболистом. Первый контракт подписал с клубом футбольной лиги Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик». Своими выступлениями за команду он заслужил прозвище «Черная жемчужина Инчикора». Получил награду «Игрок года» по версии профессиональной футбольной ассоциации Ирландии. Известность Макград получил, выступая за Манчестер Юнайтед, с которым выиграл Кубок Англии, и Астон Виллу, с которой выиграл Кубок Лиги. Также он выступал за английские Derby County и Sheffield United. Макград получил свой первый вызов в сборную Ирландии в 1985 году на матч против сборной Италии. Он был одним из ключевых игроков, благодаря которым сборная Ирландии удачно выступала в конце 80-х – начале 90-х. В составе сборной Макград принимал участие на Евро-88 и двух чемпионатах мира в 90-м и 94-м годах. В 1990 году Ирландия квалифицировалась на первой в своей истории мундиаль, который прошел в Италии. Добралась в нем до четвертьфинала, уступив хозяевам турнира итальянцам со счетом 0-1. А на чемпионате мира 94-го года Пол был включен в состав символической сборной мира. Зачем футболисту блондинка? Отвечает двухкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина. Ему, по-моему, все равно. Слушай ответы на все вопросы на Спорт.ФМ. Реклама. Резиденция Деда Мороза переехала. До конца декабря новогодние условия на все автомобили Мерседес Бэнс в автофорум Шереметьево. Пешком от нас никто не уйдет. Плюс семь четыреста девяносто пять, сто двадцать три, сорок четыре, сорок четыре. Сто два...